Всем привет, ребята. Ну что ж, Валет Чешуи. Так, два проклятия. Время перезарядки артефактов и оружия удвоено. Последний защитник. В любом бою последний оставшийся в живых противник не может быть оглушен, а его атака не может быть прервана. Потрясающе. Масть Чешуи это людей, ащущих тихий, спокойный, умный и хранокровный убийцей. Из всех мастей это мне нравится больше других. Из всех этих мастей, которые я инкарнировал как Сус, эти мастерят мне больше. Ты забрал первый из моих символов, и теперь начнется истинная игра. Мой скипетер и я не собираюсь его терять. Но, признаюсь, меня завораживает эта игра и твои уважения руками. Я приблигал людей ящеров на потом, но ставки выросли, и теперь я пущу в ход все, что у меня есть. Хорошо. Ой, почему у меня, кстати, обычная мышка или... Быть непредсказуемым, наверняка, неплохо. Я-то сам так же не связан правилами игры, как ты. Так, ну понятно, древние боги, алтарь, короче, прикрыл, преклонить колено, тыры-пыры. Угу. Угу. Преклонив колено, вы молите богов о помощи в ваших столах. В ответ на вашу молитву, небо перерезает молния и раздается раскат грома. Ну, всякий раз, когда... Всякий игрок... Он говорит, что-то бесполезное. Useful. Нет, ну ладно. А, всякий раз, когда игрок использует артефакт с вероятностью 30%, время перезарядки уменьшается на 80%. Идем дальше. Так, ну понятно, за саблей слазить. Жизнь и здоровье. Нажмите один, чтобы наложить проклятие слабости на окружающих противников. Удар по проклятому врагу наносит дополнительные уроны и снижает проклятие. А, и снимает проклятие. Хорошо. Любезный жрец. Вы встречаете бродячего жреца, который тепло приветствует вас. Отдай жрецу дна, держи. Благословение получим. О, огромный успех хочу. Вот он. О, несколько минут говорит на языке ТДТМ. Понятно. Гнев древних богов. Мне кажется, это слишком мощно. В следующий раз придется переделать. Ага. Вначале всякой битвы древние боги обрушу. Ага, это хорошая штука. Давай ее сюда. О. Это очень неплохо. Он не твой герцог. Помни, он может просить, но не приказывать. Блин, у меня золота нету. Есть токен для тебя, если вы победите. Это лучше, чем трогать по дороге. Конечно. Я обращаю твои усилия. Я работаю очень сильно, как ты играл. Это приятно, чтобы тебя играть. Безопаснее в гаммане, но не для этого он был создан. Согласен. Это у нас тоже было даром. Попробовать застать фрага врасплох. Блин. Сука. Ну ладно, не страшно. Я сейчас почти каждый раз успеваю, конечно, отследить, когда их тусуют, но не более. Но имею в виду точнее, что я не отслеживаю, когда второй раз начинаю тусовать. Не успеваю уже. О нет, опять эти штуки тут будут стрелять в меня. О да. Быстрее, валим их. Не-е-е-е-е. Да, вот мы сейчас видели то, что последний удар... Точнее, последний оставшийся противник использует удары, которые нельзя парировать. Тьфу, блядь, блядь. Тьфу, блядь, блядь. Пересекая древний веревочный мост над ущельем покойника, вы вдруг слышите под мостом шорох засаза. Ну, понятно. Тьфу, блядь, даром. Тьфу, блядь. Да ладно, он все-таки последним упал, он лично. Две карты добычи, неплохо. Давайте их сюда. Первая пошла. Немножко перекосить невеликая помощь, но лучше, чем ничего. Ну, охота на людей-крыс. Ну, давайте, это полезное дело. Так, пропустить все это дело. Быстрее. Просто мы уже видели, как здесь красиво раскладываются, поэтому тратить на это время снова я не очень хочу, но... Ах ты, блядь, блядь. Ну, ладно, хоть не отравил меня. А то они отравить очень... А, нет, отравили. Смотрите-ка, у меня учиталось сейчас по две единички. Ну, мне не на что называть толком. Давайте посмотрим, что у него есть. Денег, конечно, маловато. Я бы подкопил, может, еще. Ох, понятно, ничего мне не хватает. Ох, понятно, что у него есть. Ой. Так, все, можно уйти отсюда. 14 единиц нам в теории должно хватить на ближайшее время. Разгневанная жена. Если ты готов стрять в семейной разборке, ты куда храбрее, чем я. Победи, это фишка твоя. Проходя через небольшой городок, вы попадаетесь на глаза разъяренной женщины, которая громко окликивает вас с порога своего дома. Эй, ты, по виду ты можешь за себя постоять. Мой муженек должен был прийти домой несколько часов назад, а вместо этого торчит с дружками в кабаке и пропивает наши денежки. Они тут припрятали трофеи со своего последнего дельца. Если ты пойдешь в кабак и поручишь моего барана, бери себе, что хочешь. Муж не ваш, не вам... Че, муж не ваш, не вам разбираться, что ли? Ладно, я схожу. Ну, наконец-то попался толковый человек. Я бы сама пошла, она стучала ему по голове, но у нас... Дракорова... Дракорова рожает, как бы дом не спалила. А, Дракорова, господи, какая-то Дракорова. Так, я нашел. Бедный Валет, ему так далеко до нас. Он способен лишь раз за разом повторять одни и те же действия. Вы отыскиваете мужа женщины в местной таверне, он занят, пьянствует с дружками. Здесь пьянствовать вместе с ними. Ха-ха-ха-ха. Нет, я ему сделаю это так. Ух. Да мне жена страшнее грозить в 10 раз на дню. Ладно. Тогда сейчас по шляпе получше, чем... Нелов-то. Нафиг говно. Я ничего не вижу. Блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный молот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит, это твое, я знаю. Выход из пещеры? Ну хорошо. Ваш путь приводит вас к выходу из пещеры, за ней расстилается тремучий лес. Уйди из пещеры. Что привело тебя к моему столу, знаю, ты об этом ни за что не расскажешь. Как и все остальные, ты хранишь безмолвие. О, сундук. Так, исследуя подземелья, вы находите в конце туннеля с сундук с сокровищами. Ага. Не успел отследить. Фух, ну здесь мне повезло, потому что я его в итоге потерял и изведу. Ага, снаряжение. О, я бы шлемы одел, наверное, все-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, мне его все-таки экипировали, замечательно. Ущелье покойника. Опять. Я бы на твоем месте не стал соваться на подобный мост. Неужели там нет другого пути, который мог бы быть менее опасным? Ой, какой он медленный. Да ладно. Вот это бой. Хм, очень быстро. Я даже ничего понять не успел. Пища, отлично. Еще пища, нет снаряжения. 32. Попробуйся за плохие времена. Счастись за хорошие. Не успел прочитать, что он там сказал. Что-то подготовься к битве там, да я и так готов. Сон на постоялом дворе. Что за негодяя решила обворовать спящего? Вы спали на постоялом дворе, как вдруг проснулись и увидели, что в ваших вещах роется разбойник. Вы вскакиваете на ноги и хватаетесь за оружие. Разбойник смеется, он явно пьян. Спокойнее, принцесса, тебе чего? Яблочко жалко? Он стоит, пошатывает, сжимая в руках украденное яблоко и несколько монет. Вы хватаете его за руку и получаете удар в лицо. А девчонка-то наша драться захотела. Разбойник снова смеется, сплевывает вам под ноги и отворачивается, чтобы уйти. Тоби пизда. Отработанным ударом вы приканчиваете его. Он успевает лишь удивленно охнуть. Вдруг в комнату врываются тушки разбойника. Оу, пятеро. Давайте сюда, сучки. Оу, пятеро. Да, заметно, что они не дольше восстанавливаются. Сука, это мразь. Но я тебя перепел. Разобравшись с ворами, вы вытираете лоб и случайно пачкаете лицо кровью, что стекла с оружия. Вы оборачиваетесь в поисках кукшина с водой и видите призрака из леса. Его глаза настолько знакомы, насколько живы по сравнению с мерцающим телом и полны ужаса. Ты так легко лишил их жизни. Неужто тебя уже не спасти? Вспомни, кто ты есть, кем ты был. Я не могу здесь оставаться. Нет сил. Не забывай меня. Вы моргаете и призрак исчезает. Исчезают и эти глаза. Опа. Меня лишили монеты. Сука, вот это поворот. Блин. Странствующий ювелир. Такого мы еще не встречали. Все получающий стыд. Все оружейные атаки улучшаются с помощью сильного яда, который поражает разум и тело жертвы. При использовании особенностей оружия все враги будут оглушены. О, вот это хорошее дело. Нажмите 2, чтобы создать ауру, благодаря которой каждый удачно им будет превосить золото. Я бы, может быть, только вот эту штуку взял, чтобы еще ядом херачить. Яд, инструмент коварного предателя. Ага. Одна монета осталась. Опять. Разумеется, у визу и вождя веская причина для драки. Давайте сюда, баскуды. Да, боленский. Чего-то я разлабился. Да сейчас же успел, да что же ты делаешь-то. Ай, охереть, ты ничего не попутался, только бросать. Людок, офигеть, просто, бля, я шокирован. 42 единицы. Это вообще так тупо все получилось. Не знаю, как, что пошло не так. Жесть какая-то. Очень обидно. Буквально на один зуб. Ага. Пройди через лес и узнай, что дальше. Да, влубиться в лес. А ты хотел узнать у меня свою судьбу? О, нет. Предсказатель шарлатан и хуже всего, это когда они начинают верить собственной лжи. Но я другое дело, моя сила истинная. Мои силы истинные. О, опять ты. Блин, чувак, мне здоровья крайне мало. Вот испытание, справишься, получишь фишку. Вы входите в небольшую деревеньку. Эй, парнишка, это загадочный гоблин, доминуемый господином Лайонеллом. Лайонеллом окликивает вас, вылезая из бочки на заднем дворе таверны. Я усовершенствовал магический амулет и думается мне, что в этот раз нам повезет больше. И если еще раз попробуем раздобыть сокровища. Видишь ли, гоблины прячут свои самые драгоценные сокровища, вроде этого амулета, в заколдованных сундуках. И настроил амулет так, чтобы он указывал на эти сундуки. Если хотя бы один из них будет в тех тайниках, куда нам удастся пробраться. Так что скажешь, молодец, попробуем ли еще раз раздобыть сокровища короля гоблинов? Давай. Молочина, давай сразу же отправимся в поиски. Сдается мне, я нашел одно из сокровищ в пустыне неподалеку отсюда. Под ослепительным солнцем безымянной пустыни вы с гоблином находите дверь, погребенную отчасти под зыбучими песками. Ты можешь забрать себе все золото, которое разыщешь, но не забывай про сундуки с драгоценностями. В них наверняка хранится что-нибудь ценное. О, да я все себе могу забрать. Хороший. И он. Ха! Сука. Блин, почти уже не остается права на ошибку. А как взять? Ну, надеюсь, я его типа взял. Раз уж он убрился передо мной. О, да ладно, я здесь не подобрал золото. Казан. Сука. Четыре единицы здоровья, безумие. Как я выжил, не представляю вообще. Умница восклицает господин Лайонел, видя все то добро, которое вам удалось украсить с сокровищницей. Вот видишь, я же говорил тебе, что в этих тайниках есть чем поживиться. Вы с гоблином делите сокровища между собой. Да не то, что бы мне хоть что-то из этого нужно было. Близ золота заставляет разбойников забыть обо всем. В реальности? Это то, что вы будете делать? Кольцо справедливости. Ага, при использовании особенностей оружия все враги будут оглашены на 10 секунд. Кольцо будет уничтожено после такого боя. Не. Это лучше возьмем домокло. Что-то как-то мы с тобой не поровну поделили. Еще несколько таких вылазов, и я сам заживу как король. Господин Лайонел с каля зубы запихивает награбленное добро в пару старых мешков и удаляется вглубь пустыни. Вторая фишка всего лишь. Блин. Сейчас повлечемся капельку. Ой, ну давайте. Ох, черт, не вовремя. А теперь мы играем на фишку. Оказывается, не так-то сложно выследить держимого охотника, блуждающего по местным землям в поисках мифического существа. Люди видели, как он расспрашивал завсегдатаев трактиров, останавливал и допрашивал странников в лесу, и дотошно изучал экскременты различных животных. Вам становится известно, что он недавно покинул небольшой город Тэчкросса, и люди видели, как он уходил в ближайшие леса. Вы следите за верницей следов, которые приводят вас к лесному просвету, засыпанному листьями. Земля покрыта красочными останками осени. Вы замечаете на месте... А, вы замираете на месте, услышав подозрительный громкий треск под ногами. Чёрт... Всё не вовремя... Ох, либо вот это, либо вот это... Есть! Вам удается ухватиться за край ямы и выкарабкаться на твёрдый грунт. Перед вами предстаёт бывалый седой охотник, украшенный многочисленными трофеями. Его движение неспешное и уверенное, его взгляд пронзает вас, как кинжал. Надо отдать тебе должное за то, что ты смог выбраться из моей ловушки. Справедливости ради отмечу, что я задумывал её для особи твоего типа. А, не для особи твоего типа, а для кого-то более значительного. После столь многих лет в роли охотника необычно оказаться в роли добычи. Давай подождём... Давай пойдём в таверну и выпьем чего-нибудь. Там мы сможем поговорить как люди, а не рыскать по пятам друг за другом, как звери. Круто, фишка наша. Ох, как ты, дружище-то, вовремя, ты просто не представляешь. Приветствую, добрый человек. Это я тебя приветствую, добрый человек. Вот сейчас-то вот мы запоём. Блин, одной монет не хватает, серьёзно. Хм, ещё один торговец. У меня уже нет денег. Хотя я ему чё-то продать могу, в принципе. Ну да, блин, нельзя его снова, ну ладно. Спуск по лестнице. Чтобы продолжить путь, вам нужно... Нет, нам пока не нужно. Заем. Расставщичество корень всех проблем. На оживлённом городском рынке вы встречаете торговца. Он на грани того, чтобы потерять свою лавку за долги. Блин, чё, у меня денег нет, только что всё впулил. Если вы одолжите мне требуемую сумму, я обязательно верну её с процентами. Торговец вздыхается с вами. Боюсь, меня отправят на арену, если я не смогу расплатиться с долгами. Ну, блин, ходить, конечно, по десять раз туда-сюда. Ладно, я сделаю это. Я дам тебе денег. Ну, знал бы, что вот столько ходить буду, не лечился бы. Так, мы продадим вот это. Так. И всё, нам хватает денег теперь. И колпак исцеления тоже продадим. Ох, ничего себе, я потратил всё золото десять, господи, как хорошо. Что-то я на радостью кто-то взял и декупил. Ну, ладно, зато он сейчас нормально, он нам потом деньжатские вернёт. Торговец с благодарностью принимает золото. Вы об этом не пожалеете. Плата с золотом. После вести ходов игрок вытягивает рекорд золота. Многие из этих блестей слишком хороши для любви у вас. Попробуй. Инвестиции. Останки героя. Как часто история на этом и заканчивается. Вот идёт герой, а вот он уже умер. Вы обгоняете похоронную процессию. Его память чтят, но на самом деле что-то я не успел прочитать. Вы обгоняете похоронную процессию. Судя по количеству собравшихся, хоронят великого искателя приключений. К вам подходит священник. Этот великий герой пал, защищая наш чудесный город Вандермир. Его щит и меч могущественные артефакты, но их необходимо вернуть в город, чтобы завершить похоронный обряд. Давайте. Благодарю. Это очень важно для его родных в городе. Началось бы восстание, если бы они не получили эти вещи назад. Город расположен неподалёку отсюда. Когда прибудете туда, найдите городского священника. Клинок викинга. Такой элегантный использовательный вага и вага. Ты не ожидал этих барбарийных вагов. Я обеспечу вашу инженуизм. Я надеюсь, как ты бороться с этим затруднением. Да, нахуй. Ох, извиняюсь. У меня иногда проскакивает слишком бойкий мат, конечно. Чё, ещё не всё? А, возвращение героя. Блин, чё-то до хера ходить тут. А ещё, оказывается, нельзя назад вернуться. Смотри, смотри внимательнее. Вот она, судьба героев. Вы приходите в Вандермир, родной город погибшего героя. У ворот вас встречает местный священник. Похоже, он давно ждёт вас. Благодарю, этот клинок ещё послужит праведному гневу. А его щит тоже у тебя? Да. Право слово, ты порадовал Всевышнего, вернув этот щит. Благодарю, благословенны те, кто защищает нас, да постигнет кара тех, кто против нас. При любом ударе игрок наносит на два, на две дницы больше урона за каждое имеющееся благословение. После первого получения карты удачи, вы можете вернуть карту и вытянуть другую после перестановки. Сегодня ты потрудился во славу Всевышнего. Благодарность, мы изготовим для тебя священный артефакт, чтобы ты продолжал творить добро в эти смутные времена. Так, странствующий кекарь. Не нужен нам кекарь. Я еды только куплю, единственное. Мы, кстати, не уверены, у торговца или в лавке вода дешевле, но 30 золотых у нас сейчас уйдёт на 10 единиц еды, это точно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, хорошее дело. Так, кстати, через 5 ходов... А, ты подождите, я же уже точно совершил там около 5 ходов. Блин. У меня снимут 50 очков здоровья, просто хереть. Какая же, блядская карта мне попала еще. Ох, жесть. КОНЕЦ 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 Готов. Отлично. Ну, это нам хватит, чтобы подлечиться в итоге. О, ты должен благодарить меня. За что? Не ты мне возвращаешь деньги. Охереть, он нам занес поприще. О, знатный торговец. Богатство определяет достойных от недостойных. Это достойность и в то же время нечего-то. А, не важно. На улицах мы встречаем аристократов коляски. Слушай, ну у меня ничего не останется тогда. Отказаться. Как жаль, но, видимо, я сам виноват, раз решил, будто крестьянин способен распознать выгодную сделку. Все, катись нахуй просто. О, дружище, давно не виделись. С усами тебе и не узнать. На тебе двадцать золотых. Он с размаха бьет вас посохом по голове. Когда вы приходите в себя, вы не понимаете, где находитесь. И кто-то заботливо накрыл вас одеялом. Странствующий маг, неплохо. Нормально, ты за двадцать золотых со мной поступил. Синисты рощи в стороне от тракта вы встречаете бродячего торговца. Ну, давай показываю, что у тебя там. Проклятия последуют за твоими врагами в загробный мир. Ты обращаешься с могущественными артефактами, словно это простые игрушки. Незнакомец в тени. Ага, на сцене появляется граф. Темной и безлунной ночью на пустынной дороге вы встречаете незнакомца, лицо которого скрыто под капюшоном. Приветствую, друг мой, мне нужно подкрепиться. Не позволите ли вы мне перекусить в обмен на золото, спрашивает он, протягивая набитые монетами кошель. На. Передвигаясь с молниеносной скоростью, незнакомец крепко хватает вас и вонзает вам в шею клыки, и через несколько секунд он вас отпускает. Ах ты, сучара. Благодарю, произносит он, протягивая вам золото, когда вы приходите в себя. Я не насытился, не желаете заработать еще немного? Ну, допустим. Передвигаю... Смертный. Вы необычайно охотно отдаете собственную кровь ради материальной выгоды. Незнакомец рассказывает вам о тайных кровавых аукционах и местах их проведения. Теперь это картонная фишка. Отлично. Извилистый путь. Ну, тут засада, насколько я помню. Падает дерево, карта монстра. Не отдадим им наши деньги. Что, они вообще говна поели, что ли? Я бы сейчас по полной носую. Я его не перебил, серьезно? Ну, ладно, не важно. А когда у меня уже 50% очков здоровья я сниму, то я все дождаться не могу. Во время боя нажмите 2, чтобы вызвать ледяной взрыв вокруг героя. Давайте сюда. Ты уверен, что это правильный подход? Ох, и сейчас вот мы на него, скорее всего, и наткнемся. О, влюбленные. Романтический момент, которому не суждено повториться. Если не считать, что вся твоя жизнь повторяется снова и снова, пока не пройдет вечность. А в городе стекали вы видите мужчину, который поет серенаду под окном юной красавицы. Заметив ваше приближение, он обращается к вам. Мы хотим пожениться и уехать из города, но ее отец категорически против. А он взъятельный человек, глава гильдии, под его началом целая армия вооруженных людей. Ты могучий воин, я видел тебя на арене. Помоги нам бежать из города, чтобы мы обрели счастье. Ну, давайте поможем. Спасибо тебе, незнакомец, мы будем ждать тебя здесь ровно в полночи, не забудьте взять оружие. Через несколько часов вы возвращаетесь, юноша и девушка ждут вас прячась в тенях. Ни слова не говоря, вы подаете им знак следовать за вами. Ох, как все плохо. Подтвердите или сделайте новый выбор. Ну, конечно, тянуть заново. Да твою мать. Уже на окраинах города тишину, вдруг порезает грубый голос. Кто идет? Это люди моего отца. Шепчет девушка и бросается бежать. Ее спутник тоже скрывается, оставив вас и разбираться со стражей. Щенки малолетние кинули меня. Это что-то люди твоего отца какие-то... Это что-то на бандитах похоже. Отлично. Не оставило вообще единого шанса. После боя вы не можете найти юную пару. Приближается новая волна стражников и вы поспешно скрываетесь. Еще один кусок пуззла для вас. Ну, хотя бы фишку дали. Валят чешуи. Теперь идет битва века. Я уже предвкушаю отличное зрелище. Я спешу великое. Люди-ящеры настолько сильны, что способны нейтрализовать магическое свойство оружия и артефактов героя. Из-за их скрытых магических способностей, этих людей-ящеров боятся все, даже их собственная родня. И снова на кону фишка. Новое лето чешуи. Давай, покажи, что ты можешь. Интересно, то есть я их оглушить не смогу и заморозить не смогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! Откуда вы вселись? Я жил. Капелью парочку устрадил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА